Донна Тартт Как я выбрала вообще эту книгу, прочла отзыв моего любимого, одного из любимых писателей современности, Стивена Кинга, вообще являясь его фанаткой, и Стивен дал такую рекомендацию, что данный роман появляется такой, как «Щегол», появляется раз в десятилетие. И, собственно, она написана с умом, с душой, и автор Донна Тартт представила просто блистательный роман публике. Основная сюжетная линия этого романа – это история Тео Деккера, мальчика, живущего в Нью-Йорке, который в 13 лет остался сиротой. В результате несчастного случая в картинной галерее, в галерее искусств происходит теракт, происходит взрыв, и Тео остается один, без матери. Но в этот странный переломный момент для его судьбы, для его жизни, среди обломков он встречается с умирающим стариком, который держит антикварную лавку, и тот просит его спасти шедевр – картину «Щегол» Карла Фабрициуса. Картина по себе сама имеет очень трагический смысл. Карл Фабрициус погиб также при взрыве в своей картинной галерее, что наводит нас к какому-то пересечению судеб главного героя и художника, написавшего данную картину «Щегол». Тео спасает картину, скрывается с места трагедии с этой картиной, и эта картина становится как бы центром его вселенной. Всю жизнь он бережет ее, беспокоится. Ну и сами посудите, получается, он становится преступником, потому что вскоре прохоронительные органы ищут ее. И это его некоторый камень преткновения. Он всю свою жизнь испытывает муки совести. Еще хотелось бы отметить такой момент, что роман написан детализированно и очень интересно, и он вовлекает нас в мир искусства. То есть описание картин, которые смотрит Тео со своей матерью до момента трагедии. Также, когда Тео знакомится с хобби владельцем антикварной латки и сам становится ремесленником, то есть его увлекает этот процесс починки антиквариата, старых широтоновских стульев, комодов, вот этих предметов антиквариата. И это все с такой мельчайшей детализированностью прописано, что ты чувствуешь, что некоторым образом приобщаешься к такому искусству. Весь роман напоминает такой депрессивно-мрачный роман, но со стремлением к свету. И постоянно Тео пытается выбраться из этой пучины психологической сломленности, вот этого отпечатка, в детстве оставленной этой трагедией. И картина, казалось бы, как источник света, но при этом она тянет его в пучину, в пучину вот этого «не сотвори себе кумира». Но нас ждут совершенно необразимые, не буду открывать все секреты, все сюжеты не буду рассказывать, иначе читатель разочаруется, в книге не станет ее читать. Очень много непредсказуемых поворотов сюжета. Выяснится, что, например, картина была украдена в какой-то период его жизни, и Тео, получается, много лет лелеял и холил в какой-то просто стопку старых журналов. Ну и затем хотелось бы отметить, что роман, несмотря вот эту всю намрачность, деструктивность, он хорош тем, что говорит нам о том, нет плохого и хорошего, нет черного и белого. Всегда есть грань. И почему только, почему плохое, то, что у нас плохого в жизни случается, почему бы оно не может вывести нас к тому именно хорошему? Может быть, это и есть наш путь. А что, если все твои решения, все твои поступки, плохие или хорошие, Богу без разницы? Что, если все предопределено заранее? Нет, нет, ты погоди, погоди над этим вопросом, стоит пораскинуть мозгами. Что, если это наша нехорошесть, наши ошибки, и есть то, что определяет нашу судьбу, то, что и выводит нас в добру? Что, если кто-то из нас других путем туда просто никак не может добраться? Дона Тарт Щегол. Рекомендую к прочтению. Рекомендую к прочтению.